Добрый день, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего урока – это прибыль и доход. Прибыль является факторным доходом от использования такого фактора производства, как предпринимательская способность. Главная цель любого коммерческого предприятия – это максимизация прибыль. Для этого прибыль и фирма должна увеличивать выручку от реализации своей продукции и снизить издержки затраты на производство товара. Прибыль и доход – это ключевые финансовые показатели деятельности любого предприятия. Прибыль – это превышение доходов над затратами за определенный период предпринимательской деятельности. Доход же – это денежные и материальные средства, получаемые в результате предпринимательской или другой деятельности без роста долга. Существуют различные определения прибыли. Приведем некоторые из них. Это цель деятельности всех коммерческих предприятий. Это вобщающий оценочный показатель деятельности предприятий. Это плата за услуги предпринимательской деятельности. Плата за новаторство, за талант в управлении фирмой. Плата за риск и неопределенность результатов предпринимательской деятельности. Доход, возникающий при монопольном положении производителя на рынке. Количественно прибыль определяется как разность между выручкой, доходом и издержками производства, то есть затратами на изготовление и реализацию продукции. Прибыль бывает бухгалтерская или абсолютная и экономическая или относительная. Прибыль – это критерий эффективности хозяйственной прибыли. Это источник собственных финансовых ресурсов фирмы. Это измерители результатов деятельности предприятия. А также это источник социальных благ для трудового коллектива и источник формирования бюджетов всех уровней. Функции прибыли. Во-первых, прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия. Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией и также является одним из источников формирования в бюджетах разных уровней. Выделяют факторы, влияющие на прибыль. Это внутренние, которым относится правильный выбор производственной направленности, ускорение НТП, уровень хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, конкурентноспособность продукции, объем производства, ассортимент, уровень организации производства и труда и другие. К внешним факторам относят конъюнктуру рынка, уровень цен на потребляемые материально-технические ресурсы, нормы амортизации, систему налогообложения и другие. Доходы организации Это увеличение экономических выгод в результате поступления активов, то есть денежных средств или иного имущества, и погашение обязательств, приводящие к увеличению капитала этой организации, за исключение вкладов участников собственников имущества. Рассчитывается доход организации как умножение цены на объем производства. Доходы подразделяются на доходы от основной деятельности, которые связаны с производством товаров и услуг, и прочие доходы, связанные с непроизводственными источниками доходов. Доходы населения Это совокупность поступлений, денежных и натуральных средств за определенный промежуток времени, используемых физическими лицами в целях потребления и накопления. Другими словами, это сумма денег, полученная за конкретный период времени в форме заработной платы, жалования, гонорара, прибыли, ренты, процента, транспортных платежей, а также продуктов домашнего хозяйства и безналичные трансферты, к которым относят оплату медицинских услуг, субсидии на жилье, продовольственные товары и транспортные карточки. Выделяют следующие причины неравенства доходов населения. Во-первых, люди изначально имеют неодинаковые умственные, физические и эстетические способности. Люди имеют различный уровень образования. И они неодинаково наделены собственностью. Для определения степени неравенства в доходах в мировой практике используется кривая Лоренса. По горизонтальной оси откладывают доли семей в процентах, располагающих определенным уровнем дохода, а по вертикальной – долю совокупного дохода, приходящегося на соответствующую часть семей. Теоретическую возможность абсолютного равенства в определении доходов отражает прямая ОЕ, когда 20% семей располагают 20% совокупного дохода, 40% семей – 40% совокупного дохода и так далее. Но в действительности существует разрыв между линией абсолютного равенства и линией фактического распределения, что указывает на степень неравенства доходов. Чем больше этот разрыв, тем больше степень неравенства доходов в данной стране. Выделяют следующие виды доходов населения. Это номинальный доход и реальный доход. К номинальному доходу относят денежную форму доли национального дохода, поступающую в личное потребление индивида. К реальному же относят количество материальных благ и услуг, которые индивид может приобрести на свои денежные доходы. Спасибо за внимание!